Владимир Уйба поблагодарил ветеранов воздушно-десантных войск за активное участие в общественной жизни республики. Впервые на таком уровне это сделано в официально деловом стиле в здании администрации главы. Исполняющий обязанности встретился с активом крылатой пехоты и поблагодарил за участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. В крылатой пехоте служат те, кто готов брать на себя ответственность, достойны выполнять самые сложные боевые задачи по обеспечению национальных интересов Российской Федерации. ВДВ всегда считалось самым сплоченным и надежным родом войск. Никто другой не дорожит традициями боевого братства, как десантники. Это очень важно и ценно, что в любых условиях десантник готов проявить профессионализм, взаимовыручку, героизм и понимание, что иногда, может быть, нужно и положить голову за друга своя. И жить по принципу «никто, кроме нас». Далее Владимир Уйба вручил ветеранам боевых действий 11 благодарственных писем. В ответ бывшие военные с особой выразительностью произносили до боли знакомую уставную фразу. Вот, например, как это было в случае с замруководителя регионального отделения общественной организации «Боевое братство» Сергеем Будяковым. Официальный накал совещания сбросило только творческое выступление «Голубых беретов» с песнями о службе и времени после службы. Получилось очень необычно, но от души. А после представителей «Боевого братства» вместе с Владимиром Уйба появились у мемориала «Скорбящий воин». Место, где традиционно почитают воинов-участников афганской войны и других локальных конфликтов. Организованные иногда по команде сюда подходили представители разных родов войск, чтобы отдать в дань памяти тем, кого уже нет.